доброе туманное минское утро 25 января всем привет пойдем посмотрим давление так-то визуально не пойму я этому мы сейчас заценим что там до семерка атмосферу стравила получается я 8 катал германии атмосфера ушла 1 что это значит потихоньку все равно стравливает ради интереса соседние давайте посмотрим может у меня просто этот манометр так показывает ну что здесь семерка вот здесь тоже была восьмерка здесь почти 8 короче не знаю так не слышно нигде сейчас поедешь снимешь надо ехать на снимать смотреть почему посмотрим если будет очередь и на монтаже значит сниму нибудь то есть не буду снимать если будет если не будет то снимем но даже сюда руки доберутся порядок навести все пробуем выезжать туда так ну вот все едем 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 никакого шиномонтажа мы найти не можем нет здесь вот по м1 беларуси этого вида сервиса надо было съезжать либо опять там джодина либо в борисов куда-нибудь а вот именно чтобы вот так на трассе нету во всяком случае я пока не вижу знаю только вот не помню в этой тут вот деревне не в этой нет наверно не в этой другой когда-то когда этот нефти еще не было были тут нулевые нулевых да я точно помню что вот здесь вот в в этой деревне сейчас спуске и вот перед подъемчиком с правой стороны пятачок здесь был шиномонтаж точно помню что был ну и за что купил зато и продаю короче перестали дела у ребяток идти может ценник ломили какой-нибудь может что не знаю вот именно вот здесь вот вот прямо вот на этом пятачке где остановка ну и вот рассказывали что ребятки решили немножко клиентов себе завлечь а как клиентов завлечь они взяли это поехали на дорогу и кустиков раскидали ну и клиент пошел ребяткам понравилось в общем не знаю как не знаю кто то ли их сами водители выловили то ли что короче итог сей басни таков спалили чертям собачьим этот цена монтаж но вроде без них насчет зубов их целости их зубов не знаю подробности не слышал но то что мы шиномонтаж спалили и их повязали на этом беспределе это факт после шиномонтаж больше здесь я не ездил вот ну а мы уже по итогу однозначно тут уже осталось 60 километров до россии будем в россии заезжать делать и еще тут одно у нас новшество мы с вами едем до москвы с вами едем дальше получается там по объективным причинам михао владимирович не может приехать в москву сможет он приехать в пензу ну там наши свои там по фирме терке заморочки поэтому придется тащить до пензы мне там ему отдавать а потом спин за дуть уходить на дорогу рюкзак за спину и палку в руки и вперед до минска на перекладных такая вот штука как-то одну сейчас вот я когда уже выехал опрессовали ситуацию что придется так делать как бы пришлось себя немножко переностор перезагружаться потому что не настроен был я уже ехал конкретным настроением что завтра утром в москве машину отдал и туда-сюда документы сдал деньги получил на бусика и домой автобус или на бусик ну не важно а здесь получается это надо пока до пензы доберешься потом же будем спеть за каким-то образом до москвы добираться потом с москвы немножко это слегка в шоке уже перезагрузился вроде ничего нормально что делать рабочий момент по этим на бензин сегодня однозначно поедем на базы что нужно документы сдать на начальству пересечься что вот какие взяла совсем ну видите туман видимость метров 200 наверно но может 300 плюс 2 вода все тает завтра вот и снег москве я смотрел и туда до пензы всю дорогу снег 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 короче будем по снегу завтра хребсти стоянка пустая обычно если таможня стоит на границе белорусская и все рефами забита контропатистами ну раньше такое вы сейчас не знаю давно не ездит раньше так поедешь старифами забита понятно на границе таможня стоит пришел из точно то есть бананы там яблоки белорусские на связь и дела ехали что дадут встречные машины какими-то не очень обладёживающими репликами по рации радовали коллега тут что-то говорят что нет лукойла на россию а он уже я уже как бы отсюда вижу вот мы сейчас белорусский лукойл с правой стороны которые проходим и все и упираемся в коллегу еще даже на белорусской стороне даже на страховок не доедет придется нам тут потолкаться а тут оттолкаешь наш на монтаж перестанет работать на понедельник воскресенье понедельник еще наверно вторник таки напряженные в этом направлении потом напряжение спадает куда деваться в принципе время то есть и все равно ночью ты же вокруг же не поедешь все нормально быстро будет идти по часа за два пройдем чего снова в этой фразе слова если вот всю эту транспортной инспекции здесь и вон а обложили со всех сторон и даже нет на них после у пола вон колейка все вон она начинается да давно давно такой колейки не видел давно даже интересно насколько это по времени сейчас пол четвертого вот посмотрим сколько назад развлечения займет давно 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 без вариантов будем стоять ну вот уже кто-то до объезжался мимо колейки вот видите один может не пускал на паровозе тот мимо летел ну короче а я стоял они объезжали эти фраера на калужских номерах все объехали я смотрю по времени вы очень много успели вперед проехать не чтоб стоять как все вот пацаны поехали и сейчас человеку проблемы создали и сами видите сколько время потеряли сейчас пока это все выпишется проблемой мы уже час толкаемся вот сейчас будем в россию въезжать я думаю еще часик и мы выйдем уже отсюда а это факт результата объезда лихо пацаны летели вот и прилетели лень пристегиваться честное слово но у нас сейчас уже да вот уже буквально сколько тут 300 метров и все южероссийская территория начнется не час даже еще только 50 минут 48 толкаемся вот и знак россия 55 минут сюда а там вот еще что-то интересного тут на паровозе парнишка который перекрывал этим двум дятлом которые объезжали его же еще и виноватым сделал где-то в полосе стоят и движение по левой полосе то им не запрещено вот поэтому я думаю что еще его сделают и виноватым за то что он то не в полосе стоял получается посередине я так понял он пытался перекрыть им дорогу чтобы они не летели будет виноватым сто процентов но я думаю мы за час сейчас погранцы там за час мы отсюда должны еще выйти два часа вот стоит она того два часа вот чему такой вот геморрой который устроили и себе и и другим 5 двигаемся практически не стоим самая большой 3-4 минуты на 5 и опять продвижка я опять продвижка нормально идем так самая поздняя часам к шести мы отсюда должны уже выехать надо база отсюда 480 верст остается продолжайте движение прямо может напротив остановимся давно хотел тут посмотреть что тут есть правда не подойти сейчас никуда все в снегу смоленск ярцево сафонова вязьма гагарин мажайск москва россия дальше он прямо перед знаком сейчас станет до видится как шикарно вообще огонь вот так давно хотел его увидеть все время мимо пролетаешь не останавливаешься вот хотя ниоткуда без добра там нужды светофорчик там погранцы стоят вот и погранцы вот и погранцы ну выборочные выборочные кого-то тормозят кого-то нет будет нас останавливать как вы думаете нет не стал умера российские все вот чуть-чуть осталось сейчас эти весы там кто позволит отмечать кто чё кто куда и все вот чё то видите соседа туда завернули нам зеленый свет а вот этого на рэфе на воле туда завернули ну все погнали ну что полтора часа мы тут потеряли я уже все сим-карты по вставлял покажут в коллеге толкался также застанавливаться не надо поехали сейчас может здесь где у нас здесь ближайший шиномонтаж хрен его знает поехали посмотрим а нет поехали куда-то кушать я уже есть хочу холодильник то пустой и кто же не рассчитывал что придется работу придется работать до пензы этого я ничего и не брал с собой они разу потом в общем шуруем смотрим уже сейчас что-нибудь в ермаках по моему и шиномонтаж до ермаков как раз доедем может там пока колеса нам будут крутить и мы ей покушаем вон шиномонтаж тоже направо нарисован и вроде как рабочий и никого нет надо было заезжать уже пролетел вот стоило вот это вот так парочка на калужских номерах фраеров не знаю в принципе может быть они по каким-то другим причинам объезжали но сам факт что вот натворили дел себе другим цена вопроса полтора часа всего оттолкаться здесь это немного для такой коллеги это немного я думаю надо ермаков все-таки в ермаках точно есть шиномонтаж же шмаша можно на плюс 20 наказуемо мы едем 78 добро пожаловать в россию покатили 5 часов вечером 17 часов 5 минут прежде чем шиномонтаж искать становимся возьмем умывателя наверно сразу пару упаковок надо брать банок 8 у меня уже нету тоже надо заливать сейчас уже считаете две банки зайдет да и мы сейчас михал владимир еще день по месяц по россии кататься визита нет пока будет виза делаться чем там потом покупать так сейчас здесь две упаковки возьму а машиномонтаже в полетник все закинул и все будем упакованы все на 2 покажу мне две банки принесет а может сразу две банки для упаковки ему на дорогу и эту а 2 мне залить короче здесь сразу возьму на рубль еще шеф не на рубль сколько ну две упаковки и две штуки еще 10 банок короче возьмем сразу купим здесь да еще вот такой вроде более-менее в минус 10 брызгал еще потом пол вытрем протрем все а две банки залью потом уже стану но он так выгодно стоит здесь с этой стороны хотя стоит тоже затариваются затариваются те кто на беларусь везет много вам по 5 рублей нам как за продают ну вот все нормально две залью и 8 банок ему поставлю пускай катаются в машине потому что мне сейчас не хватало сейчас в любом случае по россии будет ездить если не морозы и вот такая вот гадость туда-сюда в любом случае она будет нужны эти омыватели не тратятся как эти самые только вытекают все теперь едем искать что на монтаж поедем ермаки когда тут правда не было машиномонтаже тут комплекс должен быть сейчас сейчас выясним ермаки 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 это они тут на заправку стоят да и что они здесь так стоянку я вижу тут все перегородили на заправку е-мое как так-то взял стал посреди дороги вообще ни на стоянку не заехать никуда что-то я не вижу здесь шиномонтажа если честно кафе вижу шиномонтажа не вижу да все равно надо сходить что-то поесть наверное сколько можно то уже ехать гоупро стоп видео там в ермаках ешина монтаж но он по этой стороне как на Минск идти а разворачиваться было очень далеко будем искать дальше ну а сейчас поехали гиртеку объезжать там опять все заставлено гиртекой вся заправка заправляться едем заправляться в баках уже поедете 3,4 почти нет никто а этот то что будем искать где то что найдем надо уже доделать это дело однозначно раз уже задумали не передавать его вот на девице на дороге стоят все но они все стоят на отблю может сейчас ругаться будут я не знаю но вот они все стоят что подблю залез вот они все в колейке видите там еще колонка есть под отблю на колонке вон там практически никого и нету изменили машину перепроложить поэтому вон поехали на колонку еще на следующем повороте поверните направо а отблю вон нам все равно тоже опять полный канистр заливать отблю придется вот там отблю зальем потом Халл Владимировичу на всю его каденцию затариться адовой жидкостью придется привет здорово что нету ничего друг вообще ничего нет тараканы с мышами все те все сдохли в холодильнике век воли не видать вообще ничего нет пусто ну честное слово не бру ну правда нету ничего я бы дал да нечего извини братан делаю две попытки так в Ярцево сейчас попробую заехать там где мойка по дорожной сети там где пушка съехать есть машина монтаж или нет не знаю там вроде тоже как какой-то комплекс я уже проехал я уже проехал что я не понял я не понял проехал что ли а то он там наверху не наверху он там вот если там нету надо едем суетова работает он там не работает потому что время уже пол восьмого есть и там же облом ну тогда все на сегодня мы поиски шиномонтажа заканчиваем он мне не критичный и тогда уже завтра по М5 будем смотреть пытаться где-то заехать днем потому что ночью не видно они все есть но не все по левой стороне разворачиваться было бы критично тут базара не было без вариантов не заехал бы и ночевал бы если бы надо а так как бы не срочно 7 очков ничего страшного можно ехать вот сейчас пушка вот это вот с правой стороны там гостиница какая-то вот попробовать туда съехать потому что там суетова очень может быть что будет занято машина монтаж горит у них там есть да там куча машин вечно в этом суетова поэтому там может быть колей а здесь мы сейчас посмотрим шиномонтаж 24 часа грузовой легковой ну давайте сейчас посмотрим ни разу здесь не заезжал на шиномонтаж поэтому ничего не могу сказать если они работают куда мы сейчас тут займемся на шиномонтаж так даже дорожная сеть оп используйте второй поворот на левшем повороте наверху хорошо вот он здесь прямо да по-моему нет никого на сколько я понимаю ну да отлично значит мы сейчас туда здесь все это дело и сделаем если они работают пока я вообще-то никого не вижу ой как же что-то качает надо платить спросить там света тоже нет потому что они не работают найду я узнаю так колесико мы ее сняли дырочку нашли давайте колодки глянем что у нас тут с колодками ну еще еще процент сколько тут ну в общем еще пока походят но уже скоро надо менять 330 тысяч пошли я думаю еще тысяч двадцать тридцать сорок они еще пройдут тысяч сорок они еще пройдут и вот где-то тысяч на триста пятьдесят триста семьдесят под четыреста будем менять полностью весь прицеп колодки так все дырочку нашли да сейчас колесико закатили сделают ну и потом я уже перееду тягачом стану заодно мы глянем что у нас там с колодками и со спокойной душой поедем все сейчас будем снимать тягач пеляли в наши колодки все а лодки там на месте ну там они прикрыты лючок то есть не лючок там кожух такой я уже кожух не снимал посвятил телефону все нормально колодки есть все есть почему такой износ когда произошел будем заезжать когда на сканию на то вот пускай они там туда снимают и смотрят и так времени потерял уже 9 часов вечера еще 360 километров ехать ну колесо надо было сделать надо было это надо было посмотреть сразу же сюда заехали надо было ну все теперь стал не обращать внимание это презенты едут я куртку повесил на куртку пришли при крыше не звенели а еще что нужно сделать сейчас поедем суетово заедем во-первых поужинаем во-вторых канистру надо купить потекла канистра с крышки суетово когда морозы были вода замерзла она у нас в ближайшем положении и в крышке видно выдавила раздавила крышку или что есть так-то щели не видно но потекла поэтому надо заехать купить канистру суетово а в польше я просто тупо забыл просто забыл про нее и все уже вспомнил когда уже поздно было вот и потом еще в сафоново остановиться баллон заправить ну вот в общем то и все что нам нужно сделать до москвы поскольку мы сегодня на базу приедем часам к трем ночи наверно приедем следующий пункт остановки суетово там колесики глянем как раз проедемся немножко глянем протяжку возьмем баллонник посмотрим их и купим канистру и поужинаем как тут все заставлено машинами суетово здесь прям аншлаг естественно что вот здесь с этой стороны как на москву не могут они дорогу сделать асфальт из нормально положить плиты бетонные вечно вот такой вот по этим плитам скачешь а туда заезжать тоже он смотрите коллега какая туда основная масса ночевать становится и кто с москвы идет туда едут и не купил я канистру нету польских российские есть я говорю не спасибо мне российские не надо но наша там есть ее до середины держать наполненный и то она это как бы нормально проливается ничего поехали посмотрим может в пензе на петушке посмотрим либо либо в этом назад буду ехать следующим рейсом кто-нибудь поедет кто там поедет тот в этом в польше возьмем российскую брать не хочется совсем я читаю в прошлом году или в каком или в позапрошлом я с ними научился этих канистр на покупал там покупаешь чуть чуть сильнее даванул или не так она сразу же течь начинает вообще беда с этими канистрами вечно фиш ой все осталось еще только баллон заехать забрать с афонова еще и как-то москву сейчас ехать я не знаю я уже спать хочу время 10 вечера еще 346 километров еще часов пять я думаю вам тут уже сейчас ехал там рекламу слышал этой в каменке перед каменкой там за лужья комплекс есть короче реклама для мужчин но это надо ее прослушаться я чуть не та самая реклама для мужчин есть там уберите детей от экранов если 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 горит больше трех тысяч потом расскажу ну все баллончик заправили здесь что хорошо на этой заправке на круглосуточная с афонова на этом вроде как все наши вообще я терпеть не могу этот участок дороги с минска до москвы это не работа а мучения какие то вот видите канистра вот она до середины долита и получается нормально вот она здесь через крышку не вытекает если полную залить то тогда вытекает все можно ехать если хватит здоровья теперь ехать интересно на куда мы доедем где меня спать начнет рубить ну поедем расскажу а вспомнил я с ней то рассказал и короче если вы там покупаете больше трех тысяч рублей подарок вам дают резиновую женщину со всеми причиналами женскими я это не сам придумал я цитирую что по рации кричали я просто молотня лох как это когда это услышал я тоже не придумал камеру включить вот так вот если вы там покупаете у них чего-то больше трех тысяч рублей а стоимость ее что-то 2 с половиной рубля по моему этой дамы вот в конце такой прикол мы вам дарим эту даму чтобы вы ее передарили какому-нибудь коллеге ой я надеюсь у них эта акция будет продолжаться я когда в следующий раз буду ехать я еще когда прослушал еще была мысль может остановиться подождать когда следующая реклама пойдет записать ее вот я думаю мало ли может они ее больше не пустят в этом году не в этом году сегодня имею ввиду честное слово я еще такого не слышал они сделали мой вечер вот так что коллеги кого интересует пусть стал уж не совешать все дальше без комментариев а что это у нас и стобина уже ну вот что-то вспомнилось пока спать не хочется не знаю сон так не идет состояние такое подуставшая но сна еще пока нету еще пилить 300 верст но все вот я говорю я все слышал я даже возил же такие эти всякие штуки там женские имитаторы все видите ли лицо девчонки таможенцы который меня оформлял сейчас таким видом серьезно встать я что везете я не смог произнести лучше вы сами прочитайте и смотрю так беленькая такая была ну я имею в виду цвет кожи смотрю девочка краснеет краснеет все погнали на москву главное когда это все прочитала там в общем отправляет она меня на реке а я когда грузился у меня сборка была там вот это вот эти специфических этих таша маша фезе там название товара я ну хрест ну вы знаете что там дашем серьезно вот а когда декларацию уже получил эту птп русском языке я считаю такой сих разобрал выбивительный рост таможенника который с рентгеном документы я думал он не выдержит он сорвется он еле смех стержу пол машины всех этих причиндалов резиновых жердал во смеху я на базу приехал спрашиваю там диспетчера ты знаешь что мы везем нет а что на смотри а тоже девчонка молодая была бедная покраснела смех и грех все теперь точно на москву коллега на минских номерах на мане привет тебе дружище узнал говорит когда его обходил там на светофоре вот догнал обогнал давай дружище удачи ни гвоздя ни жезла без 24 66 километров до МКАДа или не до МКАДа короче уже в московской области а 108 сейчас будет будем пересекать не получилось доехать все еду и смотрю что это лэп лэп зеньками понятно пора на боковую долго спать нельзя было конечно из-за отсутствия пропуска надо до 6 успеть по МКАД пролететь поэтому приходится топить так сон перебили и валим дальше куда базы 127 2 часа 40 минут если без пробок нормально проходим так. так. в pantalla